22 июня 80 лет назад, именно в этот день, войска Гитлеровской Германии напали на нашу страну. В память о печальной дате по всей стране проходит мероприятие – акция «Свеча памяти». В Ульяновской области возлагают цветы к вечному огню. В мероприятиях Дня памяти и скорби принял участие глава региона Алексей Русских. Он почтил память погибших героев, возложив цветы к вечному огню на площади 30-летия Победы. Председатель городского совета ветеранов Геннадий Слюсаренко подчеркнул, что нужно как можно чаще говорить об этой важной дате молодому поколению. И мы об этом должны сегодня помнить. Мир мы должны беречь. Сегодня нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным делается все для того, чтобы сохранить мир. На территории региона проходит много значимых мероприятий, приуроченных к скорбной дате. По всей стране память погибших героев почтили общероссийской минутой молчания и возложили цветы. Старт вот этой минуты молчания мы дадим на старом железнодорожном вокзале, с которого уходили нашим прадедам, дедам, уходили на фронт в 41-м году, а в 45-м году возвращались на этот же старый железнодорожный вокзал. Одним из самых значимых мероприятий 22 июня стала акция «Свеча памяти», которая прошла по всей России не только в офлайн, но и в онлайн-формате на платформе деньпамяти.рф. В этом году акция прошла как в офлайн-формате, то есть мы традиционно поставили свечки на места памяти, и также можно данную свечку зажечь онлайн. Можно зажечь как в сети «Одноклассники», так и в «Контакте», на своей страничке, тем самым рассказать всем подписчикам о том, что вы помните, о том, что вы помогаете. И каждая зажженная свечка фондом «К память поколений» уходит как один рубль в акцию «Красная гвоздика» на помощь ветеранам боевых действий. До конца дня во всех районах Ульяновской области прошли десятки мероприятий.